Здравствуйте! В эфире интервью. В гостях нашей студии глава Умского транспортного союза Николай Артемьев. Поговорим о самом актуальном возбужденном введении системы QR-кода в общественном транспорте. Николай Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все-таки о введении такой системы говорят уже на законодательном, на федеральном уровне, да? Хотят все это оформить. Скажите, пожалуйста, как относятся перевозчики к такой инициативе? Готовы ли? Вы знаете, говорят очень много. Все действия имеют последствия. Вот каковы будут последствия введения QR-кодов, предсказать сложно на транспорте внутри города. Конечно, это беспокоит перевозчиков. Конечно, мы об этом думаем. Что можно здесь сказать? Наверное, надо ориентироваться на тренд, происходящий в федеральном центре. Информация, которая говорит о введении QR-кодов в самолетах, в поездах, на межмуниципальном сообщении. Ну и вот сегодня буквально мы изучали информацию по Татарстану. Там вводятся QR-коды в городском транспорте. Предусматриваются субсидии перевозчикам в случае потери пассажиропотока. Ну и Казань-город немного не такой, как Омск. Там иное финансирование, иной состав муниципального подвижного состава. Предприятие другой формы собственности. Ну и, наверное, побольше денег. Сделать все, конечно, можно. Но вопрос, какой цели, какого результата кто хотел бы достигнуть введением QR-кодов. Но мы хотим пока послушать в оперштабе, кто высказался. Ну, может быть, расскажут, как это сделать перевозчикам, как сориентироваться правильно. Мы на сегодняшний день таких алгоритмов не знаем в городском транспорте. В зимнее время, чтобы люди стояли на холоде, тоже сложно предположить скандалы, крик. Что это будет происходить? Как водитель должен себя вести? Как должен вести себя контролер? Ну и само слово введение QR-кодов, оно подразумевает определенные контрольные функции. Кто будет выполнять эти контрольные функции? Их нельзя переложить с государства на водителя или на кондуктора? Вот на все эти вопросы мы думаем, что оно будет разъяснение. Либо такой режим, наверное, вводиться не будет. Как вот департамент транспорта высказался о подобных мерах, что возможно, конечно, все. Но это труднодостижимо в Омске на сегодняшний день. А вы, может быть, уже обсуждали между собой, есть ли какая-то альтернатива, может быть, QR-кодам, которую вы готовы бы были предложить? Ее, может быть, рассмотрели бы, допустим, на том же оперативном штабе, да, где все решения принимаются? Ну, вы знаете, надо понимать, что такое QR-код. Это что, документ такой QR-код? Какая его правовая основа? Что такое QR-код? Если это меры профилактики, из мер профилактики известно очень многое. Если государство заботится о жителях своей страны таким образом, о мерах профилактики мы знаем со времен Советского Союза, когда всех в санаторий отправляли, заботились о здоровье. Вот это меры профилактики. В каждом районе города, в каждом округе существует туберкулезный диспансер. Вот противотуберкулезная профилактика мы тоже с детства знаем, что это такое. А здесь профилактика странная какая-то, QR-коды. Вот что может быть? Ну, масочный режим, конечно, альтернатива единственная, наверное, на сегодняшний день. Вот насколько он соблюдается в транспорте, с этим можно и смириться на сегодняшний день. Потому что контроль фактически отсутствует. Кто-то захотел маску одел, кто-то снял, те же самые конфликты. Эту ситуацию сложно предположить. Она на территории России везде одинаковая, не только в Омске. Если все-таки систему возят, ну, вы как перед фактом, получается, да, остаетесь. Вот, например, техническое оснащение у кого-то переложат, наверное, правда, на водителей, либо на кондукторов. Техническое оснащение в первую очередь. Не у всех наверняка есть смартфоны, да, у людей. Это надо будет вам закупать, получается, на каждого. Или как вот здесь думали? Ну, вы знаете, наверное, все, что происходит, в какой-то степени перекладывается на плечи бизнеса. Будь то торговые точки, будь то точки питания, рестораны, везде все одинаково. Предприниматели должны, они сделают, они обязаны. В конце концов, они закроются, но и отношение такое, что, ну, закроются одни, откроются другие. Поэтому мало кто задумывается, что будет с транспортом, хотя ответ очевиден уже и сейчас, последние два года, пока мы сталкиваемся с ограничением по студентам, по школьникам, по детским садам, введением QR-кодов. Любые ограничительные меры ведут к падению пассажиропотока. Надо же кого-то везти в автобусе. Так вот это и есть студенты, это и есть детки, когда ездят в детские сады с родителями. Это и есть пассажиропоток. Куда он делся? Все сидят дома. Как будет работать автобус? Никак. Он останавливается. На сегодняшний день мы видим, что в прошлом году около 500 машин остановилось, в этом году около той же цифры, пока данные есть у нас. И параллельно этому закрылось несколько десятков маршрутов. Но на сегодняшний день, видимо, рынок в Омске все-таки насыщен транспортом общественным, вот этими малыми формами перевозки в малом классе. Это газели, это автобусы малой вместимости. На сегодняшний день, наверное, хватает, но мы понимаем, что подвижной состав не обновляется. Те небольшие новости о том, что муниципальное предприятие приобрело 50 автобусов, это очень хорошо. Что частники приобрели там по 10, по 5 автобусов, прекрасно, но для миллионного города это капля в море. На сегодняшний день подвижной состав находится в состоянии повышенной изношенности. На сегодняшний день огромное количество транспорта не может уже пройти новый регламент техосмотра и соответствовать всем требованиям безопасности. Поэтому мы, конечно же, ждем, что будет и нехватка, будет и недовольство жителей. Как только морозы начнутся, мы увидим, где будут проваливаться маршруты, мы увидим, из каких районов города будет сложнее двигаться. Но здесь, конечно, надо ориентироваться на жалобы жителей, потому что жалобы жителей оперативно рассматриваются. Как мы увидели на примере Ясной Поляны, буквально за неделю-две было решение переформатировать 45-й маршрут, и он сейчас двигается с Ясной Поляны. Может быть, таким образом оперативно удастся закрывать те проблемные вопросы, которые, конечно, возникнут в зимнее время. Вот, кстати, экономическую, раз мы уже составляющую затронули, неделя была нерабочая. Говорили о том, что количество транспорта будет сокращено до режима выходного дня. Как это работали, какие были потери, были ли они в финансовом плане? Ну, вы знаете, мы работали в режиме, наверное, буднего дня, потому что огромное количество транспорта ушло. Жителям все равно необходимо добираться. На наших маршрутах в 73-м, в 59-м, в 414-м 100% был выход как в будние дни, так и в эти дни мы выпускали весь подвижной состав. Что будет дальше? Посмотрим. Пассажиропоток, я как уже ранее говорил, падает всегда. Да, нет студентов, значит, нет какой-то части пассажиропотока. Остановили карты для тех категорий граждан, кто старше 60-ти, значит, нет этих категорий, льготники уже никуда не едут. Поэтому поступлений от этих категорий в проезде не будет. Если вернуться опять к системе QR-кодов, все-таки, может быть, с водителями уже разговаривали, вообще может быть, какой-то диалог вели, как они относятся. Есть ли вероятность того, что если на них возложат эту функцию контролер, они будут увольняться? Будет очень сложно найти человека, либо придется им какие-то доплаты делать, потому что в торговых центрах нанимают специалистов, контролеров. Почему водитель должен бесплатно, так сказать, еще какой-то функционал производить? Вот как здесь? Дело в том, что, наверное, здесь и императивные нормы законодательства не позволят это сделать, потому что у водителя есть четкая ответственность за пассажиров, ответственность за безопасность, соблюдение лицензионных требований. Он, прежде всего, будет заниматься этим. Конечно же, никакие контрольные функции он осуществлять не должен, и вряд ли кто-то может его заставить. Я имею в виду директора, руководителя предприятия. Бизнес можно озадачить хоть чем. У нас это происходит, и возможное, невозможное, все, как я уже говорил, предприниматели сделают. Не сделаете вы, сделайте кто-нибудь, сделайте, тогда кто-то другой придет. Поэтому будем отталкиваться от того, что у нас в законах ранее, которыми мы руководствуемся, написано, это федеральный 220-й закон о пассажирских перевозках, это закон о лицензируемых видах деятельности, это требования ОГДН. Вот это основные документы, которыми мы руководствуемся в работе. И, конечно же, водитель неся ответственность за пассажиров. Ни во время остановки, ни во время движения никогда он не сможет следить за QR-кодами, контролировать их и с кем-то объясняться. Во время остановки он смотрит, чтобы под колеса никто по гололюду не скатился. Вот его основная обязанность и ответственность – безопасно довести пассажиров. А вот все остальное, почему я сказал, что посмотрим, что нам разъяснят те, кто об этом упомянул, что подобные меры возможны. Наверное, они давали себе отчет и понимали, как это будет организовано. В Татарстане это переложили на перевозчиков. Но на перевозчиков переложили каким образом? Я уже упомянул о том, что там предоставляются субсидии. Снижение пассажиропотока – значит субсидии. У нас такой механизм не работает. Есть федеральные субсидии, есть на уровне нашей области по налогам, по транспортному налогу, отмена этого налога, что можно его не платить. Но это капля в море. При потере пассажиропотока мы будем терять потихоньку транспорт. Это в основном будет транспорт частных компаний. Мы видим, что уже были новости о возможном банкротстве облафтотранса. Муниципальные предприятия уже сокращены. За несколько лет превратились в одно предприятие, которое сейчас работает. Что будет происходить далее, посмотрим. Сокращение в частных компаниях уже идет полным ходом. Машины старые, их уже невозможно обновить, невозможно их отремонтировать. Они будут естественным образом выбывать, уходить на окраину рынка. Потом либо металлолом, либо продажа за 100-200 тысяч рублей. Вот и вся цена. Если мы смотрим введение тахографов, то даже тахограф купить в машину, которая стоит 100-200 тысяч, уже невозможно. Вот подобного рода транспорт пассажирский, он, наверное, уйдет навсегда с улиц нашего города. И мы надеемся, что будут новые автомобили, соответствующие и безопасности, и современным требованиям, удовлетворяющие население услугой пассажирской перевозки. Вот что главное. Чтобы население было довольным, чтобы машины были теплые, чтобы они ходили с одинаковым интервалом. В любой момент человек понимал, что через 5-7 минут он уедет с этой остановки. Вот об этом, наверное, надо думать, когда говорить о системе QR-кодов. Как сохранить регулярность, как муниципальные маршрутные сети обеспечить доступность этой услуги для всего населения. Ну вот на ваш взгляд, какие меры поддержки государственные вам бы были эффективно полезны? Регионально, государственно, неважно. Конечно же, были бы полезные меры поддержки по компенсации лизинговых платежей. Практически весь транспорт, что муниципальными предприятиями, что частными компаниями, приобретается в лизинг. Так вот в тот момент, когда идет локдаун, когда пассажиры не ездят на автобусе, когда автобус останавливается, откуда возьмется лизинговый платеж? Все живут с колес. И его надо заработать. Но вот в этот момент поддержка государства была бы существенной и значимой. Но на сегодняшний день в Томской области такой возможности нет. Мы как пример приводили пример Ростовской области, и в Министерстве экономики отправили письмо с этим примером, что Ростовская область подобную поддержку оказывает. Но пока ответа нет. Ждем. Вы ранее затронули уже тему, что транспорт должен быть, во-первых, качественным, безопасным, ходить с интервалами определенными для комфорта жителей в первую очередь. Сейчас новая схема движения прорабатывается в департаменте транспорта, эти магистральные маршруты. Вы что-то об этом уже знаете, готовитесь, туда будете заходить, потому что, как я поняла, с перевозчиками будут заключаться контракты. И это все будет зависеть, как я помню, от километража, а не от количества пассажиров. Но вы знаете, вот рассматриваются разные варианты и формирования маршрутной сети, и условия оплаты. Это могут быть конкурсные процедуры по 220-му федеральному закону. Это могут быть муниципальные контракты. Что здесь важно? Наверное, важно понимать, когда будет целостно сформирована маршрутная сеть, что необходимо для бюджета. Вот на сегодняшний день мы видим, что для бюджета необходимо миллиарды заплатить в муниципальные предприятия. Работают муниципальные предприятия. Насколько себестоимость перевозок у частных компаний сравнима со стоимостью перевозок в муниципальных предприятиях? Мы видим, что тариф значительно отличается. То есть муниципальные предприятия для жителей города значительно дороже обходятся. Частные компании значительно дешевле, но существует какой-то баланс интересов, в которых и сохраняется транспорт, принадлежащий муниципалитету, и существует возможность для частных компаний развиваться. Но вот насколько этот баланс будет выражен в деньгах, ну вот, наверное, против миллиардов на сегодняшний день какие-то смешные суммы стоят, что у участников гораздо дешевле все выходит. Автобус среднего класса содержать для города в частной компании гораздо дешевле, чем содержать огромное муниципальное предприятие, которое еще мазутом топится котельная. Но если мазутом топится котельная, конечно, можно предположить, что расходы там будут грандиознейшие. Но это реальность такая. Какой будет тариф? Регулируемый. Значит, это из бюджета деньги. Нерегулируемый. Значит, мы на плечи предпринимателей что-то переложили. В этом же надо разбираться. Печально, что разбираться некому. Мы уже целый год не видим руководителя Департамента транспорта. И вот целый год слышим, что где руководитель Департамента транспорта, но нет его. Нет руководителя Департамента транспорта, но мэра тоже нет. Вот у нас нет никого, с кем поговорить. Отраслевое министерство, к сожалению, наверное, занято самолетами, паровозами, ну вот чем-то. Поэтому в облафтотрансе такая ситуация, что он на грани банкротства. Не можем поговорить с профильным министерством, годами не можем встретиться, то ковид, то еще что-то происходит. Не существует разговора с общественными отраслевыми организациями. В Новосибирске существует, в Москве существует, мы чаще там разговариваем, в отраслевом комитете Госдумы. В Новосибирске за 15 минут попали к заместителю министра, поговорили про транспорт. Как-то все логично, понятно, в Омске не прослеживается логика, нет единой маршрутной сети. Никто не знает, насколько эффективно может быть предприятие, работающее на регулируемом тарифе, если оно частное. Кто спросил, сколько денег у нас по ридерам на сегодняшний день обрабатывает вообще весь рынок транспорта. Мы с коллегами разговариваем, с департаментом транспорта, все говорят о том, что хорошо, мы стали зарабатывать, пассажир-сервис работает. Но пассажир-сервис работает по какой причине? Потому что все частные компании заключили договор, все перешли на безналичную оплату. Все говорят, ну рассмотрите, сколько у вас ридеров-то всего в городе, сколько машин. Это же несложно, сколько там тысяч, а две, или там всего лишь 700 штук машин-то в городе. Разобраться с ними ничего сложного не представляется. Но вот мы испытываем такие сложности на сегодняшний день с областью. Вообще у нас разговор не получается практически, хотя город является основным транспортным скелетом и для области в том числе. Не с кем разговаривать? Вот это беда, наверное, последних лет. Нет людей образованных, которые разбираются, которые имеют образование экономическое, юридическое, управленческое и отраслевое. Вот тогда можно понимать, о чем на одном языке это люди говорят в этой отрасли, во всей России. Можно тогда услышать, а что нового люди делают, каким образом экономические инструменты работают, каким образом бюджетный кодекс начинает работать, что для муниципалитета важно, что для области важно. Когда будет сформирована вот эта стратегия, тогда ответ, что у нас нет руководителя департамента транспорта, он уже не будет таким состоятельным, вот как сегодня и разговаривать не с кем. Будет стратегия, которая будет реализовываться всем департаментом транспорта без остановки и без сомнения, что если нужен городу новый подвижной состав, новые автобусы, хотят жители городом скользить на новом подвижном составе. Значит, надо в конкурсную процедуру включить, что в конкурсе участвуют машины новые от одного до трех лет, но тогда в городе появится новый подвижной состав. Но это же надо провести конкурсную процедуру, надо это сделать. Вот на сегодняшний день мы участники таких подобных проектов и конкурсных процедур по регулируемому тарифу. У нас два маршрута двигается, но надо, чтобы это было системно, чтобы город решил, да, в бюджете есть такие средства для регулируемой части. Вот тогда и антиковидные меры могут быть выполнены, и все что угодно, и технические оснащения могут пройти, если все это в тарифе есть, город за это платит. На сегодняшний день в нерегулируемой части студентов, пенсионеров и школьников перевозят частные компании. Эти льготы, которые есть для этих категорий граждан, они не компенсируются из бюджета. Это частникам надо сказать спасибо и низкий поклон, что в нашем городе и пенсионеров, и студентов, и деток возят по сниженным тарифам. Это частник из своего кармана берет средства и перевозит эти категории граждан. Это происходит много лет. Вот такая ситуация. Ну, наверное, новость уже минувшек дней, но все же из Омска как минимум один перевозчик ушел. Средний, крупный, не знаю, к сожалению. Наверное, вы поняли, о ком я говорю. Все-таки вопрос в том, что почему уходят? Сейчас выгодно ли работать здесь на общественном транспорте бы частным перевозчикам? Либо есть уже такие вот истории, что люди готовы оставить этот бизнес? Ну, вы знаете, ушел, наверное, не один перевозчик. Я только нескольких знаю. Здесь, наверное, внешняя среда становится очень агрессивной. И машины, как я говорил, они в основном уже довольно преклонного возраста для общественного транспорта. Они не могут быть отремонтированы за те деньги, которые мы еще могли год-два назад эти ремонты проводить. Стоимость дизельного топлива выросла значительно. Стоимость автомобилей значительно выросла. И сейчас вот эта машина, она на дизельном двигателе не зарабатывает столько денег сегодня, чтобы завтра заправить себе бак и снова выйти на линию. Поэтому она встает на прикол и просто перестает работать. Не хватает денег на сегодняшний день в сфере пассажирских перевозок. Поэтому мы и видим сокращение. Я упомянул о сокращении и автомобилей у частных перевозчиков, у кого одна-две машины было. Люди заканчивают свой бизнес, говорят, все, невыгодно, больше нет там денег. И точно так же для предприятий, кто не смог обновить свой подвижной состав из дизельных автобусов в газомоторное топливо, только там в сегодняшний день экономия, только там возможность и рецепт для выживания. Машины на газомоторном топливе двигаются, машины с дизельным двигателем и с дизельным топливом, они неконкурентоспособны становятся. Конечно, рынок стал агрессивным, поэтому он и сворачивается. И никто туда не рвется, и денег на сегодняшний день, вот дай бог бы заработать столько, чтобы завтра выйти на маршрут опять. Это опять ожидание в конце месяца выплаты по льготникам, это опять какая-то отсрочка с выплатами. Все это приводит к тому, что бизнес выдыхается без пассажиропотока, он уменьшается. Вот такая реальность сегодняшнего дня. Ну и, наверное, завершение разговора. Во-первых, экономическая нецелесообразность плюс вот эти QR-коды. Есть ли какое-то время определенное, допустим, предприниматели, допустим, рестораторы для себя определяют, мы проживем еще месяц при этих ограничениях и все, и уходим, умираем, все, не получится больше работать. У вас есть ли какие-то предположения, сколько сможет просуществовать еще ввиду таких ограничений общественный транспорт, частный? Ну, вы знаете, ничего в один день не произойдет. Я думаю, что существовать рынок будет и двигаться маршруты будут продолжать. Будет идти сокращение постепенное. Как я уже упоминал, если возникнет какая-то проблема локальная, но ее надо будет постараться решить теми ресурсами, которые есть в Омске. На сегодняшний день это ресурсы и муниципального предприятия, и ресурсы частных компаний. Изменение маршрутной сети идет само по себе, строятся микрорайоны новые, возрастает пассажиропоток, открываются дороги. В связи с этим меняется схема, насколько оперативно ее удается менять, но вот в какой реальности живем, в такой живем. Вот как быстро меняется ситуация с новыми дорогами, с микрорайонами, где жители говорят, не хватает машин. Так вот потихоньку, наверное, и будет идти до чемпионата мира, до введения нового проекта маршрутной сети муниципальной, когда он будет готов. Тоже сложно предположить. Но вот все мы ждем каких-то новых изменений. А пока делаем то, что сегодняшний день нам позволяет сделать. Сегодня можно увеличить количество машин, увеличили. Можно уменьшить, значит уменьшаем с департаментом транспорта. На сегодняшний день мы закрыли три маршрута. Они не востребованы жителями города. Не произошло коллапса никакого. Значит, эти маршруты были не нужны, значит, были параллельные маршруты, куда люди смогли пересесть спокойно и добираться дальше, куда кому необходимо. Значит, есть какой-то запас мощности еще у рынка, он еще будет существовать. Тенденция, понятно, рынок сокращается, уходят перевозчики, машины уходят. Это же очевидно, очевидно. Сколько хватит ресурса, сложно сказать, в это непредсказуемое время. Мы надеемся и с оптимизмом смотрим в завтрашний день, что все будет хорошо, благополучно. Мы сможем работать и завтра, и зарабатывать, и обеспечивать своих сотрудников и их семьи средствами для существования. Николай Викторович, большое спасибо за интервью. Спасибо. А я напомню, это было интервью с главой Омского транспортного союза Николаем Артемьевым. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Анастасия Кишмирешкина.